У меня два дети. Чего у тебя? Старший и младший. Сыновья. А я плейбой. Чего? Бэмс, переведи жене. А чё я тебе переводчик, старый? А ты же сёк по-английски. Да ничего я не сёк. Да перестань, ты всю дорогу по-английски пел. Падми, боже. Задачи-то много чучу. Ча! Может, хватит орать-то, чувак? Рефлекс, чувачок, обмолчу. Но сейчас вы все упадёте. Был я в этой вашей Читануге. В Читануге Чучи? Чучи-то поезд Чуча, Чуча. А Читануге это станция, занюханная в Штатах. Ну, короче, прилетели в Нью-Йорк. Надо было через всю Калифорнию. В Лос-Ланджерсе конгресс университетов открывался. Еду, сижу, окошко. Поезд останавливается. Смотрю, ёлки-палки. Читануге. Выскакиваю на перрон, негр стоит, какие-то орешки продаёт. Я у него спрашиваю, это Читануга? Он говорит, yes, сэр. Я говорю, это не шутка? Он говорит, no, сэр. И всё мне орешки сует. А я стою и всё вспоминаю. И всё вспомнил? Всё. Посреди Америки стою и всё вспоминаю. Я ему говорю, слушай, чувак. Ты помнишь, песенка такая была? Падный Бойз, это Читануг. А он мне... Это что-то во время войны, сэр. Купите орешки, сэр. Ну? Что? Ну? Орешки купил. Падный Бойз. Бэнс. Невинная песенка оказалась. Негритянка спрашивает у двух парней. Простите, это поезд на Читанугу? Всё. Обычная железнодорожная тематика. Словно так хрипел, как будто казалось, кто-то кого-то убил, да ещё и поёт над трупом. Падный Бойз. Это Читануг чуть... Кхе-кхе-кхе. Слова знает. Мелодию не врёт. А как же? Я же эту пластиночку раз сто прослушал. Чё, так понравилось? Надо было лично ознакомиться с тлетворным влиянием Запада. Чтобы в сердце не закралась плесень. Какими мы тогда пеньками были? Да нет, Ивченко. Это ты пеньком-то был. Бэнс. Что, Бэнс? Вот получим диплом. Хильнём в деревню. Будем там удобрять навозом землю. Мы будем сеять рожь овёс, Лобая буги, Прославляя колхоз По всей экране.